ЗАХОДЬТЕ, ХЛОПЧИ Заходьте, хлопчики. То вы с дружиною, так? Да, но жене нет. То вы, мабуть, это Вовно читали? Это с его газеты? Нет? Ночью команда погрузилась на Брест-Східный, погрузилась в вагоны и едем на Північний Схід, туда, под Уральские горы. 14 вересня нам объявили после сніданка. Сьогодні будет выпрямлена атомная бомба на живых силах и говорит о нас. Солната. Вирязали ліс и белый хрест зробили. Хто каже, что это хрест зробили из белого полотна, а хто говорит, что это из известки. В будущем скажу, что я его бачил, и хлопцы бачили. Мы лежим, я бабахни земляяку в колесе, потім другий раз. Почему скажете так? Бо треба було бомбу атомную скинути, чтобы она на хрест попала. Взрыв получился на 800 метров на высоте. Стало чорно. Была сонячная погода, жара 40 градусов. И мы, без того всего, командов перед в бой. Что там творилось, то треба, то не расскажете. То треба бачити. Атомный взрыв. Бачите, атомные бомбы. Бачили мы ее. Татя Таня. А это, смотрите, что она делала. Атомная бомба. О, видите, что Жуков в этом складе объявил благодарность всем участникам этих ТОЦских навчаний. Нам сказали, пояснили, что мы тут в ТОЦку, но мы в Брест. Когда мы приедем в Брест, потому что мы идем по своих воинских частях, чтобы мы никому, нигде не рассказывали. Ни солдатам, где мы были, что мы делали. Додому чтобы листов не писали, не заклеивали. Потому что если листа заклеить, то этот лист додому не попадет, чтобы держать язык за зубами. В 1991 году, когда начали разваливаться СССР, уже мы узнали, что было разсекречено. Аж в 1991 году казали комунистам, что Бога нет. А видите, хоть они все присоединились и присоединились, а так и все равно не вышло по их. А потом, когда случилась авария на Чернобильской гатовне, а я бригадиром працював там. В самом Чернобиле не был я, а села, одного села, в селе Королевце Макаринского района. Село Королевка. Мы строили село. То мы там, как наша, целую улицу за лето збудовали. Но что мне сделали? Там тоже радиация. Приезжали нас медики, проверяли нас. Я там заработал четвертку. Там радиация была такая, что приезжали дезометристи, замеряли. То радиация была, что заскаливали дезометр. А меня болвали там. А я мусил бути. Еще 14, я 28 дней там працював. Вот так вот свой болячок. Теперь все болит, руки болит, ноги болят, желудок болит. А кому-то тебе наши твертвы там не болит. Какой дружище знай, то, мабуть, Божа воля. Кажем, наверное, есть своя судьба и свой век. Я так маркую.